МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Саляму алейкум, здравствуйте! В эфире информационный выпуск новостей. Хаберлер в студии для вас работы. Достаточно любая сегодня в нашем выпуске. Половина Керчи осталась без отопления. Накануне КАМАЗ повредил городскую теплотрассу. Крымско-татарские общественники обратятся в Европейские организации по защите прав человека. Причиной стали нападения батальонов Айдар и Аскер на простых местных жителей на Херсонщине. Подробности в нашем специальном репортаже. Незаконная рыбалка обойдется в копеечку. В России с 17 ноября вступают в силу новые штрафы для рыбаков-браконьеров. Лучшее место для тренировок в Алуште в Федеральном спортивном центре Крымске тренируется юношеская сборная России по греко-римской борьбе. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Засрыв федеральной целевой программы на текущий год должностных лиц ждет увольнение. Об этом сегодня сообщил Сергей Аксенов на рабочем совещании. Глава Крыма заявил, что неосвоение средств ФЗП приведет к отстранению должности. По его словам, на решение многих проблем, которые затормаживают процесс работы, требуется не более трех дней. В случае, если справиться со сложностями не удается, министрам и вице-премьерам Аксенов готов лично оказать помощь. Депутаты Симферопольского городского совета согласовали назначение Натальи Маленко на должность временно исполняющей обязанности главы администрации города. Решение было единогласным. Также симферопольские парламентарии приняли оставку главы администрации крымской столицы Игоря Лукашева. В пятницу на совещании в Совмине глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что глава администрации Симферополя Игорь Лукашев написал заявление об уходе с должности. Напомним, этот пост он занимался с сентября 2017 года. 12 ноября в Киеве прошла непредусмотренная регламентом конференция Курулта. Это мероприятие широко анонсировалось, однако в нем приняли участие всего 76 человек, большинство из которых общественно-политические деятели Украины. Делегаты из Крыма проигнорировали нелегитимное собрание. Главным постановлением участников конференции стало продление полномочий делегатов Курултая на неопределенный срок. В социальной сети широко обсуждают это решение, так на страницах известных общественников, как Тейфу Гафаров и Шевкет Мустафаев, разгорелась горячая дискуссия о целях и задачах собрания. Продление полномочий делегатов – ничто иное, как пример политики узурпации власти для решения своих задач. Участники конференции решили также продолжать бесперспективное вымаливание у Порошенко автономии. С 2014 года обещания предоставить крымско-татарскую автономию не прекращаются. Но идея никак не находит своего воплощения. Это доказательство того, что крымско-татарский вопрос всегда для Украины был лишь поводом для политических спекуляций. Примечательно, что так называемая конференция Курултая практически была приурочена ко дню рождения Джимилева, очевидно, с целью обеспечения максимальной явки. Но даже этого добиться не удалось. Сегодня, как и все предыдущие годы, вся политическая и культурная повестка промеджилизовских сил строится вокруг культа личности Мустафы Джимилева. Крымско-татарские общественники обратятся в Европейские организации по защите прав человека. Причиной стали нападения боевиков батальонов Аскер и Айдар на супругу председателя общественной организации Крымбар-Лега. По информации зампреда организации, Ленур Ислямов с помощью бандформирования вымогает у Надьи Немитулаева 50% от прибыли бизнеса. Все подробности в нашем специальном репортаже. Это не кадры лихих 90-х, а современная Украина. Незаконный вооруженный бандформирования Аскер и Айдар открыто терроризирует 65-летнюю жену лидера Крымбар-Леги на Диене Митулаеву. В сельхоз предприятий Чонгар ворвалась банда вооруженных людей. Они запугали сотрудников и разгромили часть имущества, а после и сами расположились в здании. На данный момент структура заблокирована и не функционирует. Курирует и лично участвует в расправе над бизнесом своей же соотечественницы, владелец телеканала АТР и организатор блокады в Крыму Ленур Ислямов. Он к моей матери уже в разов 5-6 приезжал с этим своим батальоном и рассказывал, что вы знаете, по-нормальному освободите здесь территорию, потому что оказывается он великий пострадалец. То есть он первый кричал, мы должны работать в российской власти. И как увидели его мошеннические схемы, его сняли с должности вице-премьера, он сразу же собрал манатки и побежал в Украину. У меня супруга через него трусится, больная все. И обращаюсь, если есть там власть, СБУ, полиция, закон, президент, покажите, что Украина сегодня демократическое государство. Это еще одно из проявлений набирающего оборот рэкета на современной Украине. Ведь цена вопроса – 50% от общей прибыли предприятия. Как случилось так, что, казалось бы, в демократичной стране негосударственные вооруженные отряды захватывают целые коммерческие структуры, которые исправно платят налоги и не имеют проблем с законодательством Украины. Где же работающие нормы права? Где в это время полиция и надзорные структуры? Это очевидный пример того, что на Украине государство бессильно перед лицом вооруженной преступности. Вот он, когда наших детей, наших братьев призывает приходить к нему на блокаду, браться за автоматы и говорит, идемте освобождать Крым. И он начинает сожалеть, что в 2014 году не пролилась крымско-татарская кровь. Он в этот момент, пускай рядом с собой сыновей своих садит, своих племянников, не те сыновья, которые в Америке учатся, в Гарвардах. Если ты смелый, первый подойди к границе и скажи, я пришел, я иду освобождать Крым. Только от кого? В поддержку семьи Неметулаевых в Симферополе собрались неравнодушные и высказались в пользу того, что не считают Ленура Ислямова соотечественникам. Ведь человек, который открыто терроризирует и вымогает крупную сумму денег у 65-летней женщины, которая к тому же перенесла 5 операций на сердце, назвать крымским татарином нельзя. Как можно прийти домой и забрать чье-то? Нас учили мама и папа, Саня, с самого раннего, что чужое нельзя брать. Мы крымско-татарский народ. И нас этому учили. Прежде всего, он не крымский татарин. Но что самое страшное, они везде кричат, что они полностью представляют крымский татарский народ. Нет, это неправда. Понимаете, да? Крымский татарский народ у себя народе здесь может. Украина, как страна, на всех международных площадках поднимает вопросы якобы угнетения крымских татар в Крыму. Однако на данном примере очевидно, что на самом деле именно на Украине крымские татары подвергаются гонениям и репрессиям. Причем вооруженные налетчики действуют совершенно вольготно и без вмешательства полиции. Обращаюсь к Мустафе Джемилеву, Рифату Чубарову и Ленуру Ислямову. Возьмитесь за ум. Какое вы имеете право нападать на имущество людей? Неужели Ленур Ислямов уже стал рикетиром? Ущемлять интересы своих же соотечественников на Украине уже становится традиционным занятием для нелегальных вооруженных формирований Ленура Ислямова. Напомним, что буквально в начале этого года протестовали перевозчики на Херсонщине. Тогда они прямо заявляли, что не могут вести коммерческую деятельность только потому, что оказались неугодными владельцу телеканала АТР. Хотим сделать заявление о нападках со стороны Меджилисовца и Зетокданова на наш район. Мы устали от постоянного прессинга. Они не дают нам просто здесь выживать. Превратили наш район в какую-то монополию. Хотят отобрать последний кусочек хлеба. По указу Ленура Ислямова прибыл в наше ПГТ, дабы установить здесь свои рейсовые автобусы. Сегодня мы вообще не можем говорить ни о какой демократии в Украине, особенно в отношении тех активистов, тех людей, которые наедине вместе со своим народом продолжают жить и бороться за его светлое будущее. Сегодня нельзя говорить ни о свободе слова, нельзя говорить о добрых пожеланиях тех людей, которые считали себя лидерами нашего народа и долгое время фактически заводили его в тупик. Рустем Немитулаев подчеркнул, что пока Ленур Ислямов расправляется над своими же соотечественниками на Украине, его родственники живут в Крыму в мире спокойствии и в совершенной безопасности. Вот когда товарищ Ислямов, в кавычках, везде пытается показать, что он очень потерпевший и беженец из Крыма, я приведу пример, не хотелось бы трогать. Его родная сестра здесь работает главурачом, его зять работает в университете, там, зандыкан или кто он проехал. Я не отслеживаю. Его племянники, его родители, все здесь живут спокойно. Никто их не трогает и дай Аллах, пускай всю жизнь живут, это наша родина. Я к чему это говорю? Он пускай всему миру не рассказывает, что он пострадалец. Я еще раз говорю, это человек не пострадалец, это человек мошенник, он всегда ходит там, где есть деньги. Все, основная цель – это деньги. Теперь крымско-татарские общественники в Крыму будут обращаться во все европейские организации по правам человека. Это и ООН, и ОБСЕ. Ведь Запад должен знать, как сегодня те, кто говорят о демократии и свободе слова, сами же и ущемляют права людей, которые имеют иную точку зрения. Ялтинский суд дал 4 года колонии, назначил штраф в размере 110 тысяч рублей экстремисту Юнусу Машарипову. 54-летний крымчанин планировал осуществить поджог леса в Ялте с целью дестабилизации социально-политической обстановки в регионе. Вследствие им установлено, что Машарипов создал два самодельных взрывных устройства зажигательного действия и спрятал их недалеко от храма святого Михаила в Арианде. Кроме того, экстремист незаконно приобрел дымный порох и хранил его в гаражном боксе. Для ликвидации аварии на Керченске Теплотрассе задействованы все необходимые силы и средства. Об этом сообщил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко. По его информации, в результате наезда КамАЗа на участок трубопровода без теплоснажения остались 55 многоквартирных домов, два детских сада и две школы. По предварительным данным, водитель забыл опустить кузов автомобиля, что и стало причиной повреждения трубопровода. По словам вице-премьера, в настоящий момент все силы брошены на устранение последствий аварии. ДТП произошло вчера в 9 часов вечера на улице Феодосийское шоссе в районе Оршинцево. Незаконная рыбалка обойдется в копеечку. В России с 17 ноября вступают в силу новые штрафы для рыбаков-браконьеров. Расценки выросли в несколько раз. Теперь стоимость одного незаконно добытого экземпляра будет фиксирована независимо от размера и веса. Так, например, за одну выловленную белугу придется выложить более 206 тысяч рублей. Дельфин обойдется почти в 5,5 тысяч рублей. Хамбала-калкан стоит 3,5 тысячи рублей. А каждая креветка оценена в 47 рублей. В этом году администрация Симферополя снизла 78 стоперов и 3 шлагбаума. Всего коммунальщики планируют убрать 98 парковочных барьеров, 78 столбиков и 9 шлагбаумов, сообщила пресс-служба мэрии города. Ведомстве напомнили, что конструкции, пригождающие въезд на придомовую территорию, являются незаконными. Они препятствуют проезду во дворы автомобилей экстренных служб. Согласно закону Республики Крым, за самовольную установку ограждающих конструкций для физических лиц предусмотрен штраф в размере до 5 тысяч рублей, для юридических лиц от 10 до 100 тысяч рублей. На новогодние праздники туристы выбирают Крым. Полуостров в этом году вошел в тройку самых популярных зимних направлений. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства курортов и туризма. В списке лидеров направления Москва-Сочи, Москва-Крым и Екатеринбург-Москва. Средняя цена авиабилета Москва-Симферополь-Москва составляет около 5 тысяч. В прошлом году было порядка 8 тысяч рублей. Это позволило поднять Крым в рейтинге сервиса 6 на 2 место. Кроме этого, полуостров, по данным интернет-сервиса, является лучшим регионом для осеннего отпуска. Сегодня в библиотеке имени Исмаила Гаспринского вспоминали профессора и доктора химических наук Сабри Изединова. К 85-летию выдающегося ученого сотрудники библиотеки организовали «Вечер памяти». Всемирно известный химик являлся академиком Российского академии науки и Кембриджского университета, почетным членом Академии наук в Венгрии, Швеции, Финляндии. На его счету около 50 изобретений. Некоторые из них даже названы именем Сабри Изединова. В то же время огромный вклад ученый внес и в возрождение крымско-татарской культуры. Он мечтал возродить культуру своей нации. Он душой болел за свою нацию и за Крым. Библиографический отдел нашей библиотеки собрал весь материал, который есть у нас в фондах, и создал такой прекрасный библиографический сборник ученых химик Сабри Изединова. Идти к своей цели и готовиться к предстоящему первенству России. В Алуште в федеральном спортивном центре Крымске тренируется юношеская сборная России по греко-римской борьбе. Более 60 спортсменов из разных уголков страны оттачивают технику и настраиваются на победу. Мухаммед Зекиряев расскажет более подробнее. Уверены в себе, сильны духом и готовы к любым сложностям. В этом зале тренируется около 60 спортсменов греко-римского стиля. У каждой пары свой индивидуальный тренер. Он определяет тактику борьбы на ковре, да и весь процесс тренировок. Мы хотим, чтобы у нас в каждом весе, что на первенство Европы, на первенство были бы только одни чемпионы. Мы признаем принцезолотые медали. Целеустремленные и готовы выступать, защищать честь страны. Два близнеца Александра и Владислав Васильковский приехали из Челябинской области. Уже 6 лет ребята занимаются греко-римской борьбой. В будущем хотят выступить на чемпионате мира и даже надеются завоевать олимпийское золото. Борьба развивает мужские качества, силу воли, характер. Этот спорт развивает не только физически, но и умственно. Мы тут не только боремся, мы играем в футбол, баскетбол, в разные игры. И как бы общее развитие. На протяжении двух недель борцы подвергались серьезным нагрузкам. Ведь сборы – это всегда усиленные тренировки с перерывом только на еду и сон. Зато именно в таких условиях оттачивается мастерство. Ну я считаю, что сборная Канады России по греко-римской борьбе – это сильнейшая школа борьбы в мире. Здесь работают сильнейшие тренера, тоже очень титулованные спортсмены в прошлом. И, конечно, хочется покорить олимпийскую вершину. Сейчас спортсмены выполняют прием под названием «Переворот с накатом за таз». Именно он помогает многим борцам завоевать первое место. Достаточно сделать таких четыре приема, и соперник будет досрочно поражен. После того, как Крым вступил в Российскую Федерацию, сборная по греко-римской борьбе начала подготовку на нашем полуострове. В Алуште им подходит климат и условия. Теперь спортсмены уверены, что их шансы стать олимпийскими чемпионами увеличились в разы. В Сиферополе до 20 ноября будет частично ограничена подача газа. Такая мера связана с переустройством газовой сети в рамках выполнения работ по капитальному ремонту улиц Севастопольска и Козлова. Ограничения коснутся 29 улиц. Октябрьская, Ленина, Некрасова, Большевистская, Элеваторная. С полным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте городской администрации. А это были все новости на сегодня. А в суде для вас работал Асан Абиблаев. Не переключайте телеканал Милет. Хорошего вам вечера. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова